Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале и хочу сегодня с вами поболтать и немножко рассказать о своей истории и поделиться опытом, как выжить в чужой стране. Вы знаете, этот этап я уже прошла, у меня в январе будет три года, как я уже тут, и хотела бы поделиться своим опытом, возможно, он кому-то будет полезен. В свое время я перерыла весь абсолютно ютуб с ног на голову, просто всех ютуберов, блогеров, всех переслушала, кто жил в другой стране, причем неважно в какой, мне был важен любой опыт и любая информация для того, чтобы полноценно, нормально адаптироваться. Я тут немножко подготовилась, немножко набросала материал, поэтому не буду подсматривать, потому что хочу вам сказать все свои мысли по этому поводу, очень надеюсь, что вам будет полезно, очень на это надеюсь, потому что мне в свое время очень помог ютуб. Я очень много информации почерпнула отсюда и поехали. Значит, первое, если вы собрались в другую страну, неважно, вы выходите замуж, учиться, жениться, разводиться, вообще абсолютно неважно, изучите все. Не едьте наобум, меня, если честно, просто поражают люди, я, конечно, никого не осуждаю, это не мое вообще дело, но приезжают в страну и начинают всему удивляться. Ооо, вот это, ооо, вот это, ооо, вот это. Сейчас есть ютуб, ребята, 21 век, открывайте, слушайте блогеров из всяких стран, слушайте блогеров из этой страны, куда вы собираетесь. Причем слушайте не одного, двух, трех, четырех, то есть правда, она все равно будет понятна из всех этих видео. Изучите все нюансы страны, изучите плюсы, изучите минусы, что вам подходит, что вам не подходит. Я, например, знаю девчонок, которые поуезжали в теплые страны, например, такие, как в Турции, и вернулись, вы не поверите из-за чего, потому что зимой холодно. А ставить там какие-то обогреватели, какие-то обогревательные системы просто дорого. Из-за этого вернулись, люди об этом не знали. Поэтому, пожалуйста, все изучите, взвесьте все, подойдите ко всему с мозгами. Значит, как только вы все изучили, плюсы, минусы, все устраивает, все хорошо, читайте про саму страну, про традиции, про обычаи. Потому что вы тоже живут здесь в Европе, многие не знают, например, здесь не отмечают Новый год. Ёлку выкинули уже там 25-26 декабря, и Новый год здесь без ёлок, без всего. Это обычный там рабочий день, 31-й и 1-й в том числе. Если вы не живете, вот как мы, например, в русском квартале, и тут нет просто огромного количества русских, где празднуют действительно. То есть есть такие нюансы, которые людям, например, портят настроение потом. Опять же, информированность. Очень-очень-очень важно. Далее, быть готовым в стране на все 100. То есть, если вы приехали и готовы тут жить, и приняли решение, или приехали к мужу, принимайте все положительно, с позитивом. И тут, знаете, как вот у меня тоже был такой выбор. Либо вы тут живете и адаптируетесь, либо вы собираете чемодан, просто уезжаете. Потому что в чужей стране все по-другому. Не нужно сравнивать тоже. Прям вот отдельный пункт, подчеркнутый, не нужно сравнивать. Россия это Россия, Украина это Украина, Беларусь это Беларусь. Но та страна, в которой вы приехали, ну я вот, например, живу в Германии, за Германию могу сказать, это Германия. У нее своя история, у нее свой народ, у нее свои традиции. Не нужно приезжать и говорить, ой, а у нас вот так, а у нас вот так. То есть, в себе как-то в мозгу сформируйте, что вы в другой стране, и вы должны принимать здесь все так, как здесь. И не нужно сравнивать. Конечно, будет по-другому. Это же совершенно другая страна. А как будет точно так же? Совершенно по-другому будет. Тут нет даже разговора. Абсолютно будет все по-другому. И с позитивом. Очень много тут смотрю, девчонки ревут, там что-то ноют, там постоянно там что-то себе придумывают, там не так на них посмотрели или еще что-то. Вы должны понять, что мы тут гости. Мы не коренные жители этой страны. И, конечно, где-то кто-то на нас может как-то посмотреть, ну, по сути дела, гастарбайтер или кто там, я не знаю, беженцы какие-то для них может быть отчасти. Конечно, могут не так посмотреть. Ничего в этом нет. Абсолютно. Я считаю, что человек такой, какой он есть, приехал, если вы ничего не совершили, не нужно расстраиваться. Вы такая, какая есть. Все. И точка. Самая лучшая, самая прекрасная. Пункт. Поэтому я, например, никогда не унывала. Я приехала сюда и как есть, так и есть. Я понимала, что я в Германии. Но я очень долго изучала информацию. Я очень много читала. В принципе, если честно, для меня практически не было здесь никаких удивлений. Я настолько была информирована и подготовлена. Ну, я не знаю, единичные какие-то были удивления. Кстати, про удивление здесь я хочу снять отдельное видео. Потому что некоторые моменты все-таки были. Так, то есть вы должны быть готовыми, куда вы едете. И должны помнить следующее. Отпуск это отпуск, а жизнь в этой стране это жизнь. Вот сейчас, например, я общаюсь с женщиной, которая здесь жила и по полгода, и по три месяца, и по два. Но она переехала сейчас сюда на постоянку, и она в шоке. Вот так. Отпуск это отпуск. Вы не ходите в какие-то государственные структуры. Вы не оформляете паспорта. Вы не меняете паспорта. Вы ничего не делаете. Вы просто отдыхаете, смотрите достопримечательности, ходите в магазины, все такое. Это другое. Жизнь это жизнь. Когда вы просидите здесь в очередь к врачу два часа, или там еще что-то сделаете, то, чего нет, например, в России сейчас, и вы тоже будете удивлены. Не удивляйтесь. Это другая страна. Нужно просто это понимать. Что отпуск это отпуск, а жизнь это жизнь. От чужой страны я бы вам не рекомендовала ничего ждать. Мы приезжие здесь, и мы никому здесь ничего не должны, и нам никто здесь ничего не должен. Не нужно приезжать сюда и говорить, ой, да, я приехала с дипломом, я экономист, я там бухгалтер. Это все, что было в России, я вообще рекомендую забыть. Здесь действительно есть единичные люди, но их очень реально мало, которые приезжают сюда экономистами, юристами, и продолжают здесь также работать. Но для этого нужно раз, два, три, четыре, пять пальцев на одной и другой руке не хватит. Если у вас этого нет, не нужно раскатывать губы, и не нужно здесь ничего ждать. Потому что вспоминать о том, какая там специальность у вас была в России, это просто настолько глупо. Здесь это вообще никого не интересует. Хоть вы там были премьер-министром, хоть вы там были президентом, им на это плевать. Им покажи немецкий диплом, покажи хорошее знание немецкого, и дальше шуруй работать. Все, им абсолютно без разницы, кто вы были в России. Ну, я не говорю про тех, кто эмигрирует там по рабочей визе, здесь уже отдельные моменты. Я не говорю о тех специалистах крутых, которых выкупили компании. Тут уже отдельная история. То есть я говорю о тех людях, которые приезжают сюда на учебу, приезжают сюда просто, как переселенцы, приезжают сюда по визе невесты. То есть в таких случаях профессионалы, это профессионалы. Но я могу сказать, вот я живу в городе, где огромный был лагерь переселенцев русских немцев. И здесь у нас огромные русские кварталы и очень большое количество русских. У меня русский врач, и стоматолог, и гинеколог, и так далее, и так далее. Единицы, кто из них работает, действительно отучился, и работает здесь по специальности, и работает здесь как специалист. И реализовался реально, просто, к сожалению, единицы. Для этого нужна огромная сила воли, целеустремленность, отличное знание языка, а лучше двух, удача и много-много еще чего. Унывать, конечно, не стоит, такое возможно, но не все сразу, и, к сожалению, далеко не у всех. Поэтому раскатывать губу, что вот вы сейчас приедете, с трапа самолета выйдут все немцы, будут вам аплодировать и ждать, что сейчас вот какую бы работу вам предложить, эту, 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 действительно, правда, не стоит. Потому что потом будет просто разочарование. Если, например, у вас здесь сложится и получится, это будет просто, как я считаю, дополнительный бонус. Это просто будет дополнительный плюс. Классно, круто, у вас получилось. Но если нет, чтобы не было разочарования. Потому что вот только недавно одну свою коллегу по прошлой работе я утешала, она тут рыдала и не знала. Она вот приехала сюда, она была там врачом, а здесь она вообще просто никто, она моет в праксисе полы и, ну, ревет, что вот никто не смотрит на нее. А для того, чтобы здесь работать врачом, ей нужно сделать такое, что она говорит, мне это просто не под силу, ни по возрасту, ни по здоровью, ни почему. А уезжать она не хочет. Опять же, неготовность, неинформированность. Далее. Значит, первое, это позитив еще про эмоции. Все воспринимайте легко. Я как-то воспринимала это, знаете, как игру. Получится, получится, не получится, не получится. Не было у меня такого, что все, негатив, мне сказали что-то плохое, там, я не поняла что-то. Не знаю. У меня все хорошо. Я как-то в душе себя настроила. Все будет хорошо. Я иду, иду вперед, все будет. У меня новая жизнь, новые эмоции, замечательный муж, все будет хорошо. Далее. Минуточку некоторые на Пуцфрау, то есть на уборщицу, учатся еще и не один год. На Райнигинг вообще, в принципе. Поэтому я считаю, что унывать не стоит. Все обязательно получится. Не нужно ждать результата прямо сейчас. То есть вы работаете на будущее. Даже если вы сейчас начали с чего-то, ждите результат через какое-то время. И ни на каком этапе не опускайте руки по поводу того, что здесь делать и как не потерять себя. Например, мое глубокое убеждение в том, что нужно сразу что-то делать и идти работать, куда берут. Куда всегда берут. Это мыть полы всегда берут. Мыть посуду всегда берут. Особенно такие места, как Макдональдс, там всякие вот закусочные, перекусочные, вот все, что такое быстрого приготовления. И больницы. Я, например, совершенно не боюсь, не стыжусь. Можете меня осуждать. Но я работала уборщицей. Началось у меня все через буквально, наверное, неделю, как только я сюда приехала. Я там оформила самые элементарные документы, там прописку, то есть все. Я пошла в отель и сказала, я очень... Я с бумажкой шла, я с бумажкой шла. Там было написано, я хочу работать, плохо знаю язык. Со мной шла подруга, которая говорила, чуть-чуть лучше. Возьмите меня, вот возьмите меня убирать. Я подумала так, что учить язык это все круто, это все здорово. Но я подумала так, что если я буду работать, это будет вживую в общении, это запомнится. И вы знаете, я была права, мне это безумно-безумно помогло. Я вообще ничего не понимала. Я работала просто как в аду. Мой шеф, он имел сам этот хотель, 10 комнат у него было. Значит, при хотеле была дискотека небольшая. Он был абсолютно чумной на голову. Матьес, как сейчас помню его зовут. Абсолютно чудной немец. Это было в другой земле. Я сюда приехала по визе... Сейчас скажу. Обучение, штудировать на обучение. И плюс поступать в университет. Вот по такой визе я приехала. Я не по студенческой визе приехала. Потом расскажу почему. И расскажу, как я ее сделала. Это тоже отдельный нюанс. И когда я начала работать, я ничего не боялась. Думаю, выгонит, выгонит. Ничего страшного. Я все равно там немецкий не понимаю. Он мне говорил, Лена, вот под нос неси хох. Я думаю, блин, хох. А, и он говорит, хох. Ну, например, хох. Ну, высоко, наверх. И я такая сижу и думаю, блин, куда нести? Наверх, вниз, куда нести? О, боже, немецкий. Что делать? Думала, думала, думала. Потом думаю, в фильмах всегда хэндехох, руки вверх. О, я должна нести вверх. Взяла под нос и побежала. Все. Ничего страшного. Не умеете, не умеете. Нечего стыдиться. Вы в чужой стране. Вообще нечего стыдиться. Выгнал, выгнал. И черт с ним. Другой будет работодатель. Найти здесь работу, такую вот элементарную, можно. Но главное не это, пальцами там не крутить, что я тут такая, приехала с таким образованием. И тут, значит, мне такой королеве предлагают. У меня тоже есть и образование достаточно хорошее. Была очень хорошая должность в туристическом холдинге в России, руководящая. Но, когда я приехала сюда, я поставила для себя линию. Это было там, это здесь. Все. Здесь я начинаю все с нуля. Абсолютно ни о чем не пожалела. Сейчас я сижу с ребенком в декретном отпуске. И я, во-первых, получаю больше, чем безработная. Плюс ко всему, как только я забеременела, у меня сразу был запрет на работу. И всю свою беременность, все 9 месяцев я получала зарплату в 100% размере. Потому что у меня был фербот и запрет на работу. А работало, последнее мое место работы в больнице. В больнице тоже делали мы самую элементарную, самую тяжелую, самую-самую подножную работу, которую только можно. Начинала я с того, что меня взяли путсфрау, то есть мыть уборщицей, ну по-русски говоря. Потом я раскладывала одежду медсестрам по определенным полочкам. Потом мы уже помогали с кроватями, то есть все, с одеждой, с раскладкой, с закладкой. Всяких халат, ну тут не халаты, тут такие штаны и кофточки и так далее. То есть много всего. Но я говорю, что не нужно унывать. Начинали, начинали с одного, потом другое, ничего страшного абсолютно нет. Абсолютно нет ничего страшного, что вы делаете какую-то работу другую. И в этом нет страшного. Я, например, считаю, что для того, чтобы добиться действительно каких-то высот, и для того, чтобы мозг работал, нужно все это пройти. Если вы видели великих людей, людей, которые чего-то добились, они действительно что-то делали в своей жизни и прошли низы. И, например, когда читаю книжки великих людей, основателей каких-то холдингов громадных, не все начинали с того, что они там эти гамбургеры там жарили или что-то такое делали. Ну просто самое элементарное. Никто не стал сразу директором. Нужно относиться к жизни проще. Ничего в этом абсолютно нет. Я, например, вижу свои плоды, которые я сейчас пожимаю, от того, что я прошла, ну, унижение я уж так не скажу, но я считаю, вообще, нет стыдной работы в другой стране. И мне кажется, намного стыднее лежать на диване и ничего не делать, чем делать какую-то такую работу. Мне муж мой сразу сказал, я могу тебя обеспечить. Лежи, читай книжки и учи язык. А я сказала, нет, язык я могу учить так и так, это мне не мешает. Работала я по утрам, с 4-х, с 5-ти утра. А книжки читать, это мне тоже не мешает делать по вечерам. А это мой опыт. И плюс ко всему, свои деньги есть свои деньги. Это то, что я заработала. Это мое вложение в семью. Это вот эта важность как раз, то, что я не потерялась, то, что я работала, то, что я что-то делала. Поэтому мой опыт подсказывает, что работать нужно, нужно, важно. Начните с чего-то. А потом вас заметят, если вы будете хорошо выполнять работу, вы пойдете, пойдете, пойдете вверх. Ничего страшного. Далее, это что касается работы. Терпение. Необходимо терпение. Терпение и труд, все перетрут. Действительно так говорят. И это действительно так. Делайте все потихонечку, делайте поэтапно. Тут взяли на работу, смотрите, какие еще вакансии. Знакомьтесь с людьми, ориентируйтесь. Потом, может быть, еще куда-то перешли. Тут закрепились, дальше куда-то. Еще закрепились, дальше куда-то. Ну вот, я не знаю, сидеть просто дома и ничего не делать. Ну, для меня это просто караул и ужас. И когда я забеременела, и мне сказали, что, ну, работать, соответственно, мне нельзя, потому что я там носила тяжелое, мыла и так далее. И когда мне сказали, что мне будут платить 100% на зарплату, я просто сказала, ты молочи. Ну, я действительно, я горда, что я это прошла. Хоть как меня осуждайте, но я считаю, что это было важно для меня, по крайней мере для меня. Может быть, у вас будет другое мнение, пожалуйста, оно имеет место быть. Поэтому терпение и труд, все перетрут. По поводу общения, чтобы не замыкаться, если вам нужно общение. Тут практически во всех городах есть какие-то языковые группы, где люди обмениваются опытом, где есть люди вашей национальности. Ищите, обменивайтесь. Плюс ко всему, учите язык. Есть сайты людей, где учат так же язык, как и вы. То есть у них родной язык, тот, который вы учите. Вы и наоборот. То есть, соответственно, вы можете дать ему свой язык, как тандем, вот и так далее. Приложения всякие есть на айфоне, на телефонах. Учите так язык. И когда у вас будет язык уже полноценный, вы сможете действительно тогда уже выбирать себе работу и действительно заказывать себе ту работу, которую вы хотите. Но без языка очень тяжело. И не унывайте, все будет хорошо. Я вообще глубоко уверена, что вера, позитив, все это приносит только здоровье, уверенность в себе. Удача приходит и липнет сама. Уверена и проверена. На своем даже опыте. И все у вас будет хорошо. Все обязательно получится. Выжить в чужой стране. Я тоже сделала это не в 18 лет, не в 20, и даже не в 30, а глубоко за 30. И сейчас я живу. И я рада, что я это прошла. Я рада, что я это сделала. И в принципе, то, что у меня есть, я очень ценю, очень-очень этим дорожу. И я считаю, что это было очень важно пройти. Сейчас, конечно, я уже думаю о других моментах, потому что что-то я уже прошла, к чему-то я уже не вернусь. Но это уже с опытом, с нажитым, с приобретенным опытом приходит. Поэтому я души вам желаю всего самого хорошего. Если вы попали в другую страну, не унывайте, все придет. Все мы проходили через трудности, было и поплакивали в подушку. Всякое было. Я потом расскажу, по какой визе я приехала, как я приехала, с чего я начинала, как я съехалась с мужем, с которым я уже была знакома, в его регион. Тоже много сложностей мы очень прошли. Мы не смогли здесь пожениться, мы женились в Дании. Вообще все было так сложно. Переехать из одного региона в другой. И вообще, собственно говоря, в 33 года сделать визу уни плюс штудиран плюс уни. То есть обучаться, а потом еще поступить в университет, было, знаете, как трудно. Мне все говорили, оставь эту идею в 33 года. Это невозможно. Тем более у тебя есть образование в России. Невозможно. Все возможно, если вы этого хотите. Всего можно добиться. Абсолютно всего можно добиться. Поэтому больше позитива, настрой, и все у вас получится. Если мое видео было вам полезно, ставьте пальчики вверх. Я буду рада общению или вашему опыту в другой стране. Всего вам хорошего. До новых встреч. Приятного вечера. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok